ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две вражеских системы ПВО, Генштаб. Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ. В течение суток противник нанес восемь ракетных и десять авиационных ударов, совершил более четырех обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары противника подверглись районам. Более пятнадцати населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей. На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной русско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противникам и применения ударных БПЛа села территории и воздушного пространства Республики Беларусь. В других направлениях враг осуществлял обстрелы. На Северском направлении из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БПЛа. На Слобожанском направлении из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязная. Применен ударный БПЛа. На Купянском и Лиманском направлениях по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка. На Бахмутском направлении из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытная, Нью-Йорк и Южная. На Авдеевском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселая и Новобахмутовка. На Новопавловском и Запорожском направлениях из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка и Каменская. На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛа. Совершил более 50 вылетов. Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два позиции средств противовоздушной обороны противника. Также наши воины в разных направлениях сбили пять БПЛа Шахет и два Орланы. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два радиоэлектронной станции борьбы и другие важные военные объекты. Противника. Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине сначала полномасштабной агрессии уже 77-950 военных. Также украинские военные нанесли удар по позиции россиян на запорожском направлении. Удалось уничтожить много техники и убить и ранить около 150 оккупантов. Окупанты заставляют жителей Запорожской области получать паспорта РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против. Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.